Добрый день, дорогие друзья, с вами Коноден, и действительно, Дмитрий Камикадзе-Ди решил объявить войну российскому офису YouTube. Понятно, что он преследует во многом политические цели, которых мы не касаемся. Российский YouTube ссыкливо не дает обращения набрать миллион и выйти в топ YouTube, чтобы там поднять грандиозную шумиху. Однако, если посмотреть объективно, в российском YouTube происходят довольно странные вещи, которые связаны, во-первых, с порой необъяснимыми блокировками каналов, во-вторых, не совсем понятна ситуация с монетизацией и отключением монетизации на некоторых видеороликах, не совсем понятна ситуация с динамикой трафика. Мы понимаем, что YouTube постоянно улучшает алгоритмы, но внезапное изменение, резкое падение динамики трафика на одних роликах и резкое необъяснимое увеличение динамики трафика на некоторых других роликах, в том числе политически ангажированных, вызывает довольно много вопросов. Как также говорит Дмитрий, кремлеботы и разного рода накрутки для выводов, тренды и так далее, все это может вызывать беспокойство. В течение всего дня они морозили просмотры на видео, при том, что мое видео с 35 тысячами лайков набирает 600 тысяч просмотров минимум. Но даже при 109 тысячах лайках на обращении к YouTube две трети дня висела цифра в 418 тысяч 353 просмотра. Стандартное вранье про обработку просмотров, загруженные сервера оставьте бородатому педофилищу, которая тоже вчера посходила с ума на славу. Вы друг друга стоите, поэтому и держите его в топе всегда с его сраными педофильскими накрутками. Вместе с накрученной рекламой средства от геморроя на первом месте российского YouTube. Лучшая иллюстрация работы YouTube в России. Система приходит в хаос и создается впечатление, что руководству российского подразделения YouTube на все плевать, ничего не нужно и все пущено на самотек бесконтрольно. И возможно во многом это так. Это лично мое мнение, но это мнение разделяют и другие люди. Дорогие друзья, можете написать в комментариях, какие проблемы у вас возникают с YouTube каналом, с трафиком, с доходом. И я думаю, что среди нас найдется очень много людей, которые сталкиваются с необъяснимыми совершенно вещами. Мне каждый день пишут партнеры, у которых, к примеру, на совершенно нормальном нейтральном ролике отключили монетизацию. И когда они пишут возражения, когда они связываются с поддержкой, то в поддержке им просто отвечают. Ну таковы правила в отношении рекламодателей. И если до недавнего времени, еще несколько месяцев назад, мне кажется, что YouTube было плевать и на рекламодателей, и на зрителей, и на авторов канала, то сейчас в отношении крупных рекламодателей принимаются защитные меры, но в отношении других сторон, других участников взаимодействия по-прежнему все остается не очень радужно и по большому счету плевать. А теперь вспомните о том, как происходит обращение в поддержку YouTube. Во-первых, штат поддержки действительно небольшой. Этим людям приходится очень много работать, чтобы успевать обрабатывать обращение хоть в какие-то разумные сроки. Во-вторых, если общая поддержка дает какие-то шаблонные ответы, но хотя бы в рамках сроков, которые, конечно, часто не решают проблемы, но они хотя бы есть, то работа менеджеров русского подразделения YouTube, которые работают с крупными каналами, которые работают с CMS, ну в общем тут вопросов намного больше, потому что нет никаких гарантий, что вы получите ответ, нет никаких гарантированных сроков, когда этот ответ будет дан. И такое ощущение, что если вы владелец крупного канала, если у вас есть CMS, к которому подключено несколько крупных каналов, если вы владелец бизнеса в YouTube, который инвестирует деньги, который приносит доход в том числе и платформе Google, то вы обращаетесь к своему менеджеру в расчете на помощь, на взаимовыгодное сотрудничество, на решение вопроса, но вы пишете в пустоту и зачастую на ответ можно даже не рассчитывать. Такое чувство, что от того, что вы написали, вы уже становитесь должны. И вам как-то вот так в снисходительной форме могут ответить в течение недели, двух недель, либо месяца, если вы будете биться головой, пытаться выйти на контакт с какими-то другими сотрудниками, и в итоге все равно вопрос не решается, ответа добиться очень трудно, особенно если речь идет, например, о вопросах, связанных с Content ID, если речь идет о вопросах, связанных с получением CMS, либо с получением дополнительных функций, если речь идет о том, что нужно вовлекать в процесс реально задействовать какого-то персонального менеджера. Я уж не говорю о том, как отправляются серебряные кнопки на YouTube. Вот недавно мы общались с одним нашим партнером, очень уважаемым мной человеком, который с февраля месяца, хотя ему уже обещали, не может получить свою серебряную кнопку. Ему тупо идут сплошные отписки, в том числе от лондонского офиса, а российский офис просто самоустранился, он не хочет никак ему помочь. Мне, конечно, хочется верить, что он сможет решить эту проблему, но просто какой-то снежный ком проблем, ошибок и хаоса создает общее ощущение того, что на YouTube полностью бесконтрольная ситуация. К чему это все может привести, мы с вами можем догадываться. И очень тревожно становится от того, что такая ситуация сложилась в настоящий момент. Вспомните время, несколько лет назад, когда на YouTube было все намного более стабильно, когда не было такой непредсказуемости и хотя бы можно было понимать, каковы правила, как они применяются. Да, тоже все было не идеально, но не было полностью работы по понятиям. Если раньше можно было говорить, что YouTube работает по определенным правилам, которые могут определенным образом трактоваться, но предсказуемо, то сейчас эти правила становятся, во-первых, более размытыми, во-вторых, не всегда и не в отношении всех они применяются, и в-третьих, такая работа, когда одни и те же правила для одних действуют, для других нет, когда кто-то более равны, чем другие, это уже называется работа по понятиям. В такой системе очень трудно строить долгосрочные прогнозы, в такой системе очень трудно в принципе строить какие-то прогнозы и рассчитывать на определенные результаты. Я надеюсь, что этот кризис будет успешно преодолен. Мне важно ваше мнение, что думаете по поводу этой ситуации. Отпишитесь в комментариях. Ну и в целом, как считаете, что дальше будет? Спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами был Коноден. Надеюсь, что все наладится. Всем пока.